Субтитры сделал DimaTorzok Официально объявляю этот суп супом лета 2022 года Рисовая запеканка на полдник, щедрая порция счастливого детства Шикардос И ужин у мангала, сочные куриные бедра с огоньком и копченым луком Дачный сезон открыт Хорош болтать, давайте налетайте, будем пробовать вместе Доброе утро! Мы ценим достижения человечества, в том числе гастрономические И одно из таких, американский завтрак Кофе, бургер с яйцом и хрустящие картофельные оладушки хэшбрауны Вкусно, сытно, атмосферно Готовим любимый завтрак мегаполисов Этот завтрак многим из вас хорошо знаком Раньше его можно было легко купить по пути на работу или на учебу в ресторанах фастфуда вашего города Сейчас с этим сложнее, но это не проблема Повторить знаменитый завтрак проще простого Это будет вкусно, сочно, по-настоящему, то, что мы любим Визитная карточка утреннего комбо – картофельный оладушек Хэшбраун – это такая картофельная оладушка Снаружи она хрустит, а внутри мягкая У меня здесь два крупных картофеля Натираем на крупной терке По сути, хэшбраун – это драник картофельный Фишка в его максимально быстрой обжарке Поэтому натертый картофель закидывают в кипящую воду Для того, чтобы его подварить ровно на 4 минуты За это время лишний крахмал из картофеля уходит в воду Картошечка уже практически станет готовая Фишка хэшбрауна, что он хрустящий Да, если очень много крахмала у вас внутри продукта То у вас получается блюдо не хрустящее Поэтому картофель нужно отварить 4 минуты пролетели Выключаем нагрев и сливаем лишнюю воду Добавляем туда щепотку соли Вы удивитесь, но щепотку сахара Сахар, он же всегда усиливает вкус Дальше свежемолотый перчик И теперь еще один вкусный ингредиент Это сушеный чеснок Дальше, пока картофель теплый Добавляем туда ложку муки Чтобы у нас получилась такая клейкая хорошая масса Из которой мы сможем сформовать хэшбраун А потом его обжарить И самое интересное, что яйцо в хэшбраун не идет Зато дополнительно будет скреплять массу сыр Да и вкуснее с ним Готовой картофельной массе даем немного времени Чтобы набухла клейковина Жарить будем в большом количестве масла Формуем оладушки Тут просто Они должны быть кругленькие Опа Чуть-чуть пересуем А вот теперь, смотрите, расскажу вам маленький такой прикольчик Здесь у меня крахмал Вот если крахмалом чуть-чуть вот так вот посыпать котлетку То ваша оладушка станет еще более хрустящая Отправляем жариться Вот так раз И еще сверху немножко крахмальчиком Так, опа Хэшбраун должен быть золотистый, красивый, хрустящий Поэтому жарьте до красивого цвета Ну что, переворачиваем Оп-оп-оп, прям хрустик Две минуты и хэшбрауны готовы Теперь бургер Мой бургер будет состоять из булочки, сыра, бекона и яйца Но чтобы все выглядело красиво и привлекательно Как в том самом ресторане Я вам предлагаю яйцо пожарить не просто на сковородке Такое, чтобы оно бесформерное было Буду жарить яйцо вот в такой кондитерской форме Чтобы яйцо не прилипло Смотрите, смачиваем края кольца маслом На разогретую большую сковородку с маслом Кладем кольцо и разбиваем туда яйцо Чуть-чуть яйцо можно подсолить Никуда не вытекает, ровно жарится Прямо на этой сковородочке готовим бекончик Дальше подготавливаем булочку Разрезаем их на две части Обе половинки булочки смазываем сливочным маслом Так будет вкуснее Бекон готов Достаем его и бросаем на сковородку булки Сливочное масло потопится Булочка как раз она станет ароматная, вкусная Еще и нагреется и будет супер мягкая Это важно для бургера Яйцо готово Смотрите, булочки какие стали Верхушку булки убираем и на низ кладем сыр У меня здесь сыр чеддер Он оранжевый, красивый Отправляем его на булочку и закрываем крышкой Наша задача чуть-чуть сыр подплавить Чтобы он стал привлекательно выглядеть Достаточно минуты Все, можно собирать бургер Выкладываем яйцо Кругленькое, ровненькое, аккуратненькое Оп Теперь разрезаем бекончик Вот так вот И сверху закрываем булочкой Вот вам шикарный утренний бургер с яйцом, беконом и сыром А пока варится кофе Соединим все вкуснятину в тот самый знаменитый завтрак Я подумал на презентации У меня здесь вот такая вот пачечка Написано, видите, хоммейд чипс Чипс это картошка фри У нас хэш браун Это круче Кладем хэш браун Бургер И кофеек Опа Ну что, вы думаете, сам хочу попробовать? Хочу, честно говоря Но и угостить кое-кого хочу Агния, выходи Тебе наверняка этого не хватает в жизни теперь Привет Ну да, пять Любишь такие штуки? Ты тоже хочешь попробовать? Я вот это люблю Я так и познал, что ты не просто так пришла Держи Пожалуйста Ой, спасибо Только не закапай О, уже закапала Ой, мама ремешка даст Ну ладно Завтрак Чемпиона? Да? А что больше понравилось? Бургер или картошка? Все Очень вкусно Будем готовить дома? Спасибо Ну давай пятерку Еще больше оригинальных рецептов Ищите в журнале 7 дней И на сайте 7дней.ру Просто быстро, интересно и полезно Чтобы приготовить американский завтрак Возьмите Картошку Булочки Яйцо Бекон Сыр чеддер Полутвердый сыр Сливочное масло Растительное масло Муку Крахмал Сушеный чеснок И сахар Сытный завтрак Для продуктивного дня 193 рубля Лето Время легких обедов И холодных супов Вы хорошо знаете Три холодных супа Окрошку Свекольник И гаспачо Но есть еще один Четвертый Это суп Кукси Очень популярный Во всем мире Холодный суп Кукси Это можно сказать Корейская крошка Туда тоже идет Много овощей Зелени И есть мясная составляющая А вместо кваса Делают мури Мури Это своеобразный Бульон для кукси Если мури Получится хорошим То и кукси Вкусным У каждой хозяйки Свой рецепт о крошке С кукси То же самое Я показываю рецепт С которым справится Абсолютно любой Делаем мури Чтобы приготовить бульон Мне нужна чистая Холодная вода Наливаем ее В графинчик Сейчас будем воду Эту насыщать вкусом То есть она должна быть У нас кислая Сладкая И соленая Одновременно Это и будет мури А мури Это вода по-корейски Это соевый соус Несколько столовых ложек Сахарный песок Теперь кислота У меня здесь обыкновенный уксус Ложечку добавили Опа, чуть больше И перемешиваем Обязательно еще подсаливаем О, чтобы наш кукси мури Был более насыщенный И вкусный Обычно по классике Туда добавляют огурцы И помидоры Мы сделаем так же Шинкуем тонкой соломкой Огурец с помидором И забрасываем в мури Эту всю вкуснятину Убираем в холодильник Надо, чтобы мури Как следует остыл Потому что этот суп холодный И вот эта штука Должна быть очень холодная Опа И сейчас в корейских ресторанчиках Стали этот суп везде подавать И все его едят Особенно летом Он набирает популярность Потому что он кисло Сладко, соленый Пикантный Там есть все вкусы От которых ты Как бы получаешь удовольствие Пока охлаждается мури Займемся мясом Классический вариант Этого супа Готовится с говядиной Это у меня часть ноги Это мясо Не слишком мягкое Поэтому я его буду нарезать Тоненько Вот так вот Против волокон Обратите внимание А раз Нужно замариновать говядинку Чуть-чуть соевого соуса Следующий ингредиент Жгучий перчик Без него никуда О, насытят мясо И сделают его вкусным Конечно же чеснок Несколько зубчиков Выдавливаем Понимаете, да Мяска уже Какое оно будет вкусное По-корейски правильное Капельку маслица растительного Для связочки И обязательно Свежемолотый перчик Ух, запах какой Супер Убираем мясо в сторонку Теперь огурчики Ни один кукси Не обходится без огурчиков Их надо подмариновать В муре Мы огурец Нарезали Соломкой А сюда нарежем Круглышками Мариной огурчик Пикантный перчик Остренький Либо каенский Либо чили Смотрите сами Все тот же самый Свежемолотый перчик Немножко соли Капельку сахарку Чтобы огурчики Хрустели И были вкусные В любое азиатское блюдо Идет кинза Веточки мелко шинкуем И забрасываем к огурцам А листиками Украсим готовый суп А теперь смотрите Маленький важный нюансик На горячую сковородку Наливаем небольшое количество маслица То есть нам нужно Проколить масло Прям нагреть его Чтоб оно прям стало дымиться А потом влить в эти огурцы Тем самым у вас от температуры Быстренько огурчики Где-то подготовятся Где-то у вас кинза Вот этой вот веточки Быстренько так раскроет Свои ароматы И будут супер огурчики Вот так вот Вот то, что надо Огурцы готовы В кукси по классике Идут яичные блинчики Просто взбиваем два яйца Немного воды И соль И аккуратно вот так вот Смотрите По всей сковородочке Массу разливаем По всей площади Блинчик готов Теперь наша задача Аккуратно вот так вот Завернуть его рулетиком Просто берете И потихонечку Его подворачиваете Чик Рулетик нарезаем на тонкие полоски Получились колечки Элементарно Затем Мясо Отправляем на сковородочку И обжариваем до готовности Смотрите, перчик пикантный Чувствуется Чесночок обжаривается Соевый соус Так, все С мясом закончили Выключаем нагрев И перекладываем мясо В тарелочку Ароматное Вкусное Красивое Насыщенное И последняя составляющая Кукси Лапша У меня здесь яичная лапша Обычная из магазина Которая варится Две минуты Отправляем в кипящую воду Засекаем две минутки Перемешиваем И снимаем с нагрева Пара минут Сливаем воду с лапши Достаем охлажденный мури И собираем кукси Первым делом Лапша идет в центр тарелки Рядом кладем кусочки мяса Погнали Огурчики наши маринованные Смотрите, какие они Сочные, вкусные, крутые Раз Омлетные колечки По желанию Можно добавить Тонко нарезанную редиску Заливаем Наш мури Бульончик пропитывает Соединяет все ингредиенты Украшаем зеленым луком Листиками кинзы И кунжутом Вот вам Модный Корейский супчик кукси Холодный Освежащий Полезный И очень вкусный И бульончиком так Сумасшествие, а Огурчик хрустит Мясо супер сочное Пикантное Омлетик нежный Лапшичка такая Редисочка хрустящая И все это Вместе в таком Кисло-сладком Соленом Крутом Бульончике Классно Ничего не имею против свекольника И окрошечки Но Официально Объявляю Этот суп Супом Лето 2022 года Готовьте И наслаждайтесь У меня всегда под рукой Фильтр Аквафор Прованс Он быстро и эффективно Удаляет из воды Вредные примеси И насыщает ее Полезным магнием Корпус кувшина Изготовлен из Сверхпрочного Органического стекла Гарантия на прочность Составляет 5 лет Для корейского Холодного супа Кукти Возьмите Яичную лапшу Говядину Огурцы Помидоры Редиску Яйца Чеснок Каенский перец Растительное масло Кинзу Зеленый лук Соевый соус Уксус Сахар Черный и белый кунжут Тарелка корейской окрошки 80 рублей Завтрак и обед Приготовили Время полдника И на полдник Будет рисовая запеканка Вкусная Нежная Сладкая Как в детском садике Волшебный пояс В счастливое детство Отправляется Занимайте места Рисовая запеканка Готовится просто Получается вкусно И дети и взрослые Будут довольны Она получается Насыщенная Сладенькая Нежная Вкусная Сливочная И главный ингредиент Нашей запеканки Это рис Насыпаем в кастрюльку Мне нужно 200 грамм риса Это круглозерный рис У него повышенная Клейковина И за счет этого Рис получается Такой немножко Кашеобразный И заливаем водой Варить рис будем Несливным способом Это значит Во время приготовления Вода полностью Испарится И впитается в рис И он будет готов То есть сливать воду Нам не нужно Обязательно Щепотка соли Закрываем крышечкой И включаем нагрев Не проверяем Не перемешиваем Через 10 минут Получаем готовый рис Вся влага Вся влага испарилась Сейчас этот рис Нужен насытить Разными сочностями Жирностями Вкуснятина Чтобы потом Запеканочка Получилась сливочная И крутая Добавляем в рис Молоко Затем сливочное масло Небольшой кусочек Чтобы была жирность И сочность Так как запеканка У нас должна быть сладкая Сахарный песок Ну и конечно Важный ингредиент Ванильный сахар Либо ванильная эссенция Чтобы был яркий Мощный аромат ванили Изюмчик Но без него никуда Хотите светлый кладите Хотите темный Решать вам Я добавлю светлый изюм Вот такую горсточку Теперь перемешиваем Ммм Вкусно как А при запекании Рисовую кашинцу Будут скреплять яйца Мы берем два яйца И взбиваем их Взбиваем сильно Чтобы они прямо взбились До такой легкой пенки Так запеканочка Будет более пористой И нежной Все Отлично Яйца взбили Вливаем к рису И перемешиваем А теперь смотрите Маленький лайфхак Такой Чтобы ваша запеканка Не прилипала к форме Берем сливочное масло Мягкое И делаем рубашку Сейчас покажу Что это такое Сливочным маслом Смазываем Аккуратно форму По всему периметру Все стеночки Вот так вот Как следует Дальше берем Панировочные сухари Таким вот образом Смотрите Сюда немножко Сюда немножко То есть вот везде Где я смазал сливочным маслом Прилипли сухарики И теперь запеканочка Запечется И к бортикам не прилипнет Потом можно будет ее Уверенно Легко Оттуда достать Смотрите какая красота Да Такая желтая Аппетитная Супер Что Мэри Любишь такую запеканку? Да В садик ходила? Как садик назывался? Солнышко Солнышко У кого как садик назывался? Сепетант Невролина Назывался Сепетант Невролина У меня садик назывался Счастливое детство Так что кто был В Северодвинске В садике Счастливое детство Передаю респект А вот теперь Ловите Кулинарная фишечка Сейчас сделаю заливку Такую Которая После запекания Придаст глянцевость Красивую запеченную корочку Короче Запеканка будет С этой заливкой Выглядеть просто Шедеврально Разбиваю в миску яйцо И пару ложек сметаны Жирность любая Раз Два Так Все взбиваем Теперь все вместе Да как следует Отправляем в духовку На температуру 220 градусов Потому что надо Чтобы все схватилось И запеклось Рис-то уже готовый Правильно Поэтому температура Большая 15 минут И рисовая запеканка От шефа Родом из детсада Счастливое детство Готово Аромат здесь Ванили На всю кухню Вот понимаете Роль заливки Да Вот посмотрите Какая красивая Где-то сильнее подпеклась Где-то послабже Разрезаем ее И пробуем Что тут тянуть-то Ай Как по маслу идет Хорошая моя запеканка Так Благодаря нашей рубашке Смотрите Запеканка Не прилипла к бортику Видите Как удобно Ой Посмотрите Какая она Нежненькая С изюмчиком Сочная Шикардос Посыпаем сахарной пудрой И самолетик С запеканкой Летит в рот Ну что же это за чудо такое Прекрасно Прекрасно Просто нету сил Счастливое детство Только лучше Для приготовления запеканки Я выбрал рис Краснодарский националь Это белый шлифованный Круглозерный рис Мягких сортов Его выращивают У нас в Краснодарском крае Такой рис идеально подходит Для каш, пудингов И запеканок Для рисовой запеканки Как в детстве Возьмите Молоко Яйца Изюм Сахар Ванильный сахар Сметану Рис Сливочное масло Панировочные сухари И сахарную пудру Порция запеканочки Счастливое детство 34 рубля Дача Это часть русской Современной культуры Кому-то нравится Копаться в грядках А кто-то просто Наслаждается Пением птичек И чистым воздухом И все с удовольствием Собираются на посиделки У мангала Обещаю Что этот дачный сезон У вас станет Самым вкусным Покажу Как готовить Сочные куриные бедра С копченым луком Всем соседям на зависть Сразу после рекламы Умеете ли вы готовить Куриные бедра Так, как готовлю их я Дарю рецепт Сочнейших куриных бедрышек С копченым луком На гарнир Дачный сезон Открыт Дровишки нарублены Мангал дымится Сегодня ужин с огоньком Жарим на решетке Куриные бедра По шефской технологии С очень крутым маринадом А на гарнир к ним Делаем копченый лук У меня здесь куриные бедрышки С кожей и на кости На углях На огонечке Классно приготовить Бедрышки с косточкой Чтобы они получились Сочные, вкусные И было что пообгладывать Показываю, как сделать к ним Очень вкусный Мой любимый маринад Они будут от этого мягкие Еще станут нежнее Пропитаются вкусами маринада Короче, будет обалденно В любой маринад Для мяса на мангале Идет лук Сразу вам рекомендую Нарезать его крупно Чтобы потом от него Было легче избавиться И маленькие кусочки лука Не сгорали на курочке Подсаливаем И отжимаем рукой Нам нужно выдавить Из лука сок Чтобы вот этот сок Потом был частью маринада И пропитывал нашу курочку Следующий ингредиент Лимон Курица с лимоном Это вкусно Нарезаем вот такими вот Колечками И тоже отжимаем Эта кислота Будет насыщать курочку Мариновать ее Кефир Кефир делает мясо Немножко нежнее Вкуснее Какой-то сливочный вкус Появляется Я думаю Такого количества Будет достаточно Ну и последний Важный ингредиент Это приправка карри Цвет карри Дает куркума От этого маринад У нас будет Слегка желтоватый В готовый маринад Забрасываем бедра Такая курица Должна побыть В маринаде Минимум часа три А если оставите на ночь То вообще Очень качественно пропитается Но у меня тут На просто кухне Все продумано Поэтому мы не будем Ждать три часа У меня есть Точно такая же курочка Которую я замариновал Заранее Ну что Выкладываем Наши бедрышки На решеточку Кладите одной стороной Сначала кожей вниз Или кожей вверх Как угодно Главное Чтобы все кусочки Были одинаково повернуты Чтобы не было такого Что одно кожа вверх Другая кожа вниз А это такой микс Чтобы у вас все равномерно Красиво жарилось И появлялся равномерно Одинаковый цвет Нужно класть Одинаково Отправляем на мангал Можете сначала Обдать колер А потом уже Тихонечко томить его Ну вот Смотрите как курочка Видите подпекается Вот где-то она Поджаристая становится Бывает кладешь решетку А у тебя она Видите как у меня маленькая То есть вот здесь Курица уже начинает гореть А там еще бледная Мне бы шампурики Сюда конечно Слушайте Баба Марина Одна такая живет Короче опасная Вот всех запугала Вообще всех Все дети Вообще когда выходят на улицу Все разбегаются Даже собаки опасные Я очень боюсь Спасибо Спасибо Марина Спасибо большое Принесло Принесло Если еще пойдет Скажите мне ладно Берете пару шампуриков Вот так вот кладете Их Оп На расстояние И уже на них кладете Курочку Видите Получается еще и курочка выше Когда например нагрев слишком сильный То есть таким образом Можно как бы контролировать И класть решетку Куда ты хочешь Самое время заняться гарниром Копченым луком Это очень вкусно И на самом деле Очень легко готовится Красный лук Получается сладкий И вкусный Лук нарезаем Крупными кольцами И раз Два Лучок я планирую Немножко подкоптить Для этого мне нужна щепа На которой коптят Положим в мисочку Оп Заливаем водой Если щепа будет не влажная То мы ее положим на угли Она прям сразу сгорит И все Дымка отдаст чуть-чуть А если щепа будет влажная То она будет долго Тлеть И соответственно Дольше давать дым И не сразу сгорит Оставляем щепу Отмачиваться 5 минут И выкладываем лук на решетку Сейчас он начнет Подпекаться Вкусно готовится Становится мягким Так, ну что, друзья Готовы к супер-секрету? Ловите Я сейчас немножко Планирую лук Не только подкоптить Но еще закарамелизовать На каждый лучок Подсыпаю Небольшое количество сахара Он сейчас чуть-чуть Подрасплавится Потом я лук переверну И снизу сахар Начнет карамелизоваться И вот эта карамель Даст неповторимый вкус Нашему гарниру Оп Проверяем курицу Чтобы не сгорела И коптим лук Высыпаем подмокшую щепу На угли Ух Ах Вот щепочка задымила Вот лук Отлично Пара минут И снимаем лук с огня Осталось дополнить его Яркими вкусами Что-то контрастное Кислота Поэтому ложечка яблочного уксуса То, что надо Заправляем Опа Немножко соли Можете капельку Свежемолотого перчика И свежей зелени У меня здесь Кучерявая петрушечка Рубим Вот так вот Вкуснятина Гарнир готов А как проверить Готовность курицы? Берете ножичек И разрезаете курочку В самом толстом месте Вот И смотрим внутрь Сочная курица И слегка розовый цвет Я думаю, что мы На самом деле, друзья Уже на финишной прямой Как раз успеем Накрыть поляну Копченый лук Немного молодой морковки Для свежести Хлебушек И снимаем курочку с огня Айти кусочек какой Посмотрите на него Ой, как хочется В эту курицу Пуще просто Вгрызть Курица С лучком Готова Вот она Смотрите, какая Сочная Мягкая Нежная курица Видно, что На мангальчике Приготовленном Благодаря вот этому Цвету Обжаристой корочке Она очень сочная А лук-то Какой Кислый Сладкий Хрустящий Хорош болтать Давайте, налетайте Будем пробовать вместе Чтобы приготовить бедра С копчелым луком Возьмите Куриные бедра Красный репчатый лук Кефир Лимон Яблочный уксус Карри Сахар И кудрявую петрушку Порция ужина На мангаре 69 рублей Ребята, угощайтесь Курочкой Приятного аппетита Желаю всем Хороших выходных И продуктивной Рабочей недели До встречи В следующую субботу Следите за проектом В наших социальных сетях Субтитры создавал DimaTorzok